Полезным советом бывалых людей было не покупать овощи и фрукты в супермаркетах, а вместо этого ездить на воскресные рынки. Это Torrance Island Market, работает с 6 до 13 часов. Рынок в воскресенье, уже перед закрытием. То, что стоит в магазинах 10 долларов, здесь может стоить 1 доллар. То, что стоит здесь при открытии рынка 1 доллар за килограмм, потом стоит при закрытии 1 доллар за целую коробку. Люди распродаются, уезжают домой, поэтому цены очень хорошие. Да, это север Аделаиды. Многие спрашивают, расскажите про разные районы, как, где жить, какие где места и так далее. Вот это такой север. Он, наверное, не весь такой, но достаточно много промышленности сосредоточено именно на севере. Заводы, свалки. Ну, это вообще портовая зона. Да, это портовая зона. Мы сейчас видим вот там вдалеке такие квадратики, это контейнеры. Мы сейчас возвращаемся с маркета, с рынка Torrance. Это такой продуктовый рынок. Мы на нем сегодня были первый раз, и я просто в восторге. То, что в магазинах стоит, там, не знаю, 10 долларов, здесь стоит 1 доллар. Мы, конечно, приехали к закрытию, то есть люди, продавцы распродавали оптом, там, ящиками, пакетами, чемоданами. И мы заполнили целый багажник, и я, как хозяйка, очень довольна этим. Сейчас лето и сезон фруктов, но фрукты здесь в супермаркетах дорогие, у фермеров еще дороже. Есть специальные такие места, фермы, да. Так, я решила доснять еще про наш улов, что конкретно мы купили, и что сколько стоят на этом рынке. Итак, идем слева направо. Большой мешок это картошка, 20 килограмм картошки, 5 долларов. Сверху два пакета, это баклажаны, за два пакета тоже 5 долларов. Дальше идем. Ящик помидоры и перец. Были там еще помимо перца какие-то кабачки или что-то такое, но я взяла перец. Вот за этот вот ящичек 2 доллара. Вниз буречки, здесь буреки дорогие, 3 доллара за вот этот пучок. Дальше, наверху ящик манго, желтенькое такое, 5 долларов за ящик. Внизу ящик авокадо, тоже 5 долларов за ящик. Перемещаемся еще правее. Сверху апельсины, 10 долларов за ящики. Не знаю, сколько там килограмм, но выглядит так достаточно много. И яблоки, тоже не знаю, сколько килограмм. Продавали вот так ящиком, 3 доллара. Дальше, внизу манго, эти такие спелее, красивее. Здесь 1 доллар 1 штучка. И сверху персики, 1 доллар за вот этот ящик. Не знаю, сколько там они вот так вот в один слой. То есть там ящик это не целый прям такой огромный ящик. Это просто в один слой. Ну, не знаю, сколько там килограмм. 2,5, наверное. Вот. Лимоны тоже были достаточно дорогие. Они 2 доллара, вот 2 лимончика. И, наконец, абрикосы. Очень-очень спелые. Их нужно там за пару дней съесть. Сколько же они стоили? То ли 2, то ли... Ну, вот что-то такое. 2-3 доллара за вот это вот все. Потому что они были спелые. И продавец уже уезжал домой. Поэтому вот он их быстро так продавал. В общем, я ужасно довольна. Мы закупились так фруктами на неделю так точно. Возможно, я кое-где с ценами посчиталась. Но, в общем, счет вышел в 56 долларов.